Это сейчас какой-то масштабный тренд Плохого ждали, чего уж там Это выдающийся абсурд Роман Аркадьевич, я думаю, иногда завидует С попойкой, конечно, как иначе Что ж, я разочарован Привет! Часто ли вы бываете разочарованы фильмом? Долгаю, что ты, мой дорогой зритель, внимательный и утонченный часто Но часто ли вы бываете разочарованы фильмом в хорошем смысле? То есть по какой-то причине вы решили посмотреть фильм, но не ждали от него ничего хорошего? Плохого ждали, чего уж там И после просмотра вдруг ощутили что-то хорошее в районе своего сердечка Сердце там, где часы Меня зовут Андрей Цветков, и я посмотрел художественный фильм «Теща» Сюжет не хитер Зловредная с виду теща терроризирует Или, как сейчас модно и правильно говорить, абьюзит своего зятя Человека хорошего, но не очень успешного По-моему, мы скоро съедем Зять, ни хрен зять В результате особо сильного скандала С попойкой, конечно, как иначе Они меняются телами и вуаля Каждый может пожить Жизнью другого и понять, каково это И ощутить на себе Все прелести этой жизни Честно говоря, я ожидал от фильма Несмешных шуток, дурацких Немотивированных действий, идиотских персонажей И, скорее всего, плохой актерской игры Чтобы знатно постебаться над ним в этом ролике Что ж, я разочарован Все оказалось сильно лучше предполагаемого Сценарий, хоть и простой, без особых дыр Милый, с простыми трогательными диалогами С простыми, но трогательными персонажами Очень душевными переживаниями И заставляющий думать о простых семейных ценностях В хорошем смысле Старшее поколение грубовато И свою опеку и заботу проявляет в такой часто неприемлемой форме Что аж дух захватывает Но, тем не менее, это любовь и это забота И надо уметь считывать этот язык И понимать его, и учиться на него реагировать И, с другой стороны, очень нежная По мнению старшего поколения, естественно, молодежь Что же, это тоже надо учиться понимать и принимать И тем, и тем нужно учиться Вот такой нехитрый, но хороший авторский посыл Баришка, все в порядке, мы миримся Актерская игра, хоть местами немного натужная Но, в целом, довольно приличная А эпизодами прекрасная Я давно считаю, что Гарик Харламов очень большой артист Не только комедийный, но и драматический Хотя ему, наверное, не очень нравятся лирические и драматические роли Но, тем не менее Я твоя мать! Лариса Гузеева отличная актриса И некоторые нелепости актерской игры я списываю на режиссерскую недоработку Актриса все же не видит себя со стороны И режиссер, по выражению Нолана, представитель зрителя на съемочной площадке Должен эти нелепости корректировать Но в данном случае режиссер не всегда справлялся Режиссура тут не самая выдающаяся Однако, это вполне цельная картина с хорошей атмосферой Гаснет свет, начинается кино и вас убивают Возможно, слегка затянута в первой половине Зато очень трогательная во второй Есть спорные моменты Но все компенсирует основной посыл Любовь, понимание, терпимость и терпение Это непросто, но необходимо Темы простые, но ох, как сложно передающиеся Свеклу, Варвара, свеклу, трудно запомнить, ее ударная всегда Отдельное спасибо режиссеру за показ жизни обычных людей В фильме обычные люди живут как обычные люди Обычно, прости мой дорогой друг, это не так Люди живут в маленьких захлопленных квартирах Работают на обычных работах А то честно, я уже не вывожу, когда обычные люди живут в таких хоромах Что Роман Аркадьевич, я думаю, иногда завидует Вообще, жизнь, заботы, радости и печали простых людей Мне интересны больше, чем плач богачей, бандосов, наркоторговцев О том, как им тяжело живется Очень всем сочувствуем Хотя нет, совсем не сочувствуем Чуть-чуть Очень низкую оценку на кинопоиске 5,9, я не знаю, чем объяснить Кино, безусловно, не выдающееся Но милое, доброе, иногда смешное Боже, какой ж ты жирный Уж получше холопа Еще вещь, которую я не очень понимаю Для дебатов в комментариях Я не понимаю, зачем использовать мат И стыдливо его запикивать Это сейчас какой-то масштабный тренд Это вместе с тем какой-то выдающийся абсурд Понятно же, что это художественная лента И можно в тексте заменить одно грубое слово другим Более цензурным Но запикивать Ведь даже если вы запикиваете Мне понятно, что вы запикиваете То есть мат вы все равно показываете Произносите Но вот вы показываете драку Вы блюрите при этом ее всю Чтобы не пропагандировать насилие Так это что ли работает? Но если вы не готовы показывать драку Ну а в целом милый фильм, который можно посмотреть с родными Лучше все-таки без детей А то юмор местами своеобразный А можно и не смотреть вовсе Проходной фильм симпатичный Без особых восторгов Бусти, Донат Айлерт, Скарта, Сбера Если хотите поддержать меня финансово Отдельное спасибо тем, кто уже подписан и поддерживает Телеграм для дебатов, лайк, репост и лучи поддержки Пока